Матфея 14 глава 1 по 2 стих В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим, служащим при нем, это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Толкование блаженного Феофилакта Этот Ирод был сын того Ирода, который избил вифлеемских младенцев. Из примера его пойми гордость в остолюбивой жизни. Вот спустя сколько времени дошел до Ирода слух об Иисусе. Лица, окруженные знаменитостями, обыкновенно не скоро узнают о подобном всему, потому что не обращают внимания на людей, сияющих добродетелью. Ирод, видно, боялся Крестителя, посему решился говорить о нем не с посторонними лицами, но со своими отроками, то есть со своими домашними. Так как Иоанн при жизни своей знамени не сотворил, Иоанна 10, 41, то Ирод подумал, что он воскресше получил от Бога и дар чудотворения. Матфея 14 глава 3 по 4 стих Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу Зеродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должен тебе иметь ее. Многие думают, что он взял жену, то есть у него брат жив, и он взял ее жену, просто его жену, при живом муже. Ну вот, толкователь говорит, прежде Матфей не упоминал об этом событии в жизни Иоанна, потому что цель его состояла в том, чтобы описать относящийся только ко Христу. Ну и теперь, конечно, не упомянув, не упомянул бы о всем, если бы это также не имело у него отношения ко Христу. Иоанн обличал Ирода в том, что он противозаконно имел жену брата своего. Закон повелевал брату взять жену своего брата только в том случае, когда сей последний умирал бездетным. Это в законе 25.5. Но Филипп умер не бездетен, у него была дочь, та самая, которая плесала. Некоторые даже говорят, что Ирод еще при жизни с Филиппой отнял у него и жену и тетрархию. Впрочем, как бы то ни было, во всяком случае, поступок Ирода был противозаконный. Ирод не боялся Бога, но боялся народа, посему и удерживался от убийства. Впрочем, дьявол доставил ему удобный случай оправдать себя перед народом тем, что убил Иоанна по причине данной клятвы. И вот Игнатий Тихонович дает тут комментарий. Хотел еще добавить, что тут обращать внимание, это был Ирод, сын того Ирода. То есть Иродов было три. Четыре даже. Даже четыре. То есть это, к слову, просто был ролик как-то в Ютубе. Один очень невежественный молодой человек, что указывал, вот в Библии там исторически неверно, что вот в году перепись была на самом деле в таком-то, а Ирод жил в другое время, после там. На самом деле было Ирод, очень распространенное имя было на тот момент. Ирод, отец, сын, дед, то есть вот много Иродов было. Ну там еще, там даже в другом дело, там две переписи-то было, вот в чем вопрос. Да, и перепись, кстати, да. Я несколько, я это изучал тему, я смотрел, потом сброшу, посмотришь. Там один то ли монах, то ли кто так разобрал эту тему, там все исторически, все поднял. Всякие там дощечки какие-то найдены были там. Ну в общем полностью все Евангелие, как по Евангелию оказалось, правильно. Ну вот, так, что тут. Но он пошел и лишился своей головы. Подобное случалось в истории Церкви Христовой не раз. Мы можем в этом ряду увидеть и мы знаем героев веры, обличающих стоящих у власти. Кто это были? Это Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, Федор Студит, Исааки Далмацкий, митрополит Филипп и другие. Почему же нынешние церковные правления патриархии не заботятся о нравственности населения? Когда правители беззаконничают, никем не обличаемы, то ниже стоящие у власти и простой народ развращаются, привыкнув думать, что беззаконие ненаказуемо. Вот недавний случай, о котором теперь знает практически весь мир. Как утверждают СМИ, вот что случилось с нынешним патриархом Алексием Вторым. Вот тогда он был. Патриарха Алексия потрясло видение Феодосия Печерского. 28 октября 2002 года. У патриарха в Сеаруси Алексия Второго случился сердечный приступ. Врачи также подозревали микроинсульт. Ему стало плохо во время архипастерской поездки в Астраханскую епархию. Врачи успели оказать ему квалифицированную помощь и во вторник больного привезли в Москву в ЦКБ. Представители СМИ моментально связали болезнь патриархи с переживанием последних трагических событий в Москве. Однако мало кто знает, что действительности послужило в действительности причиной удара. Информация о том, что на самом деле произошло в Астрахани патриархам, пришла к нам из конфиденциального источника в окружении Алексия. Возможно, эти сведения прольют свет на истинные причины внезапного недомогания Алексия. Но кто в самом деле из знающих ладнокровность патриарха поверит в официальную версию? Вспомним, когда расстреливали Белый дом в 1993 году. Ридигер это перенес вполне спокойно, да и другие, не имея драматические события, он переживал совершенно безмятежно. В этот же раз, по словам нашего источника, истинной причиной приступа стало некое видение, посетившее и потрясшее патриарха. В том, что увидел Алексий перед тем, как с ним случился удар, он признался нескольким лицам, окружающим его вскоре после видения, за несколько часов перед тем, как состояние его здоровья стало резко ухудшаться. При этом, более всего патриарха породил сам сверхъестественный факт, ибо, как утверждает источник, Алексий, несмотря на свой высокий церковный сан, воспринимает религию скорее как традицию и ритуал, нежели на самом деле хоть во что-то верит. Однако в видении неожиданно посетившим патриарха явился некий благообразный старец в монашеком одеянии, назвавшим себя игуменом Феодосием Печерским. Как известно, это настоятель Киевско-Печерского монастыря, живший в XI веке, стоявший у истоков православия на Руси, и еще при жизни почитался верующими как чудотворец, а после смерти был признан святым. Святой Феодосий стоял прямо перед патриархом, в его светлых пронзительных глазах не было гнева, но был заметен жестокий укор. Алексий передал дословно то, что он слышал от старца игумена. «Отпали от Бога ты и многие братья твои, и к дьяволу припали», — признес святой. «И правители Руси, не правители уже суть, а кривители, и церковь потворствует им. И не стоять вам по правую руку от Христа, и ждет вас мука огненная, скрежет зубовные страдания бесконечные. Аще не опомнитесь, окаянные, милость Господа нашего безгранична, но слишком долг для вас путь к спасению через искупление бесчисленных грехов ваших, а час ответства близок». После этих слов видение исчезло, оставив совершенно оцепеневшим Ридигера, который никогда ничего подобного не испытывал, более того, всегда со скептизмом относился к сообщениям о всякого рода чудесах. Вскоре после этого патриарху сделалось плохо. Те, кто оказал ему первую помощь, утверждают, что больной едва слышно шептал, «Не может быть, не может быть». Официальный диагноз, который поставили врачи в больнице, звучал – гипертонический криз с элементами динамического нарушения мозгового кровообращения. Перед самым критическим обострением состояния здоровья Алексий рассказал о своем видении. Пребывая в состоянии крайней подавленности, по версии источника, позже, немного придя в себя, патриарх заявил, что у него были галлюцинации. Однако то, что он перед этим рассказал о явлении Феодосия нескольким людям, свидетельствовало, что растерявшийся Алексий пытался найти опору в ком-то в минуту глубокого душевного оцепенения, в которую его ввергли слова Феодосия. По мнению источника, Алексий никогда не расскажет о видении никому боли, тем не менее, слова о том, что это был Феодосий Печерский, полузабытый святой русской православной церкви, и другие детали, а также потрясения, которые испытал патриарх, говорят о том, что тот такой факт был. Обратим внимание на то, что святой говорил о потворстве церкви грехам правителей Руси, которых он именует «кривителями». Иными словами, речь идет о тесной связи государственной и духовной власти в россиянине. Отметим также, что и сама судьба Ридигера каким-то мистическим образом связана с нынешней политической системой. Он был возведен сам патриарха в конце перестройки, когда уже формировались очертания современной абсурдной россиянии, когда Борис Ельцин уже вовсю заявлял свои претензии на верховную власть. Патриарх жил вместе с режимом, возвышался вместе с его утверждением, а в самые критические для него моменты выступал как опора режима. Ими так было, например, в начале осени 1993-го, когда россиянская власть, казалось бы, держалась на воске. Так и не связано ли нынешнее болезнь патриарха с очередным тяжелым для политической системы периодом? Как представляется связь, церковь, государство, действительно ли носит мистический характер, но от Бога ли она исходит в нынешней России, агентство русской информации? www.ari.ru Это сообщение может быть истинным. Тогда остается только один вопрос. Почему это видение так запоздало явилось? И почему не было продолженной речи преподобного Феодосия? По смыслу видений, какие были святым, здесь обязательно должны были звучать слова, которые слышали всегда святые, такие как Серафим Саровский, что Бог наказывает в первую очередь за то, что не просто отступили от Бога, но именно от Слова Его и Слова Божие заменили своими вымыслами. Или патриарх Идергер Дроздов недосказал виденное видение? Если же этого видения не было, а его просто придумали, сфабриковали недруги, патриархи и православные церкви, то фабрикация сия более похожа на правду, чем сама правда. Неужели сам патриарх из-за товарищей не видит, во что превратилась организация, которую столько лет руководят, которую называют православной церковью и московской патриархией? Абсолютное, полное оберчтение, нигде ни в чем церковь и мир не отличаются. Василий же Великий утверждает, что у верующих все иное не только духовная жизнь, но и одежда, еда и походка. Настолько иное, так и отличается, как овца от волка, как голубь от ястреба. Неужели действительно Бог не может найти свободного в нашей жизни времени, не заваленного грехами места жизни, через которые Он мог бы достучаться до нас и вынужден общаться к нам только через видение и сновидение? Слово Божие предвидело это, побуждая во все дни и во все века искать связи с Богом, откровения от Него только через Слово Его, через молитву. Иеремия 23, 28 «Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тут пусть говорит слово мое верно. Что общего у Мекина с чистым зерном, говорит Господь?» Сегодня мы получаем сведения в одном видении якобы бывшему патриарху, но совершенно обратных видений будут тысячи, и все они будут подтверждаться и миротачением, и нетлением, и благоуханием, и все они будут от дьявола. «Дух лжи наполняет не только этот мир, но и те места, где возносится к молитве к Богу. Этот дух умеет вызывать доверие к себе, и этот дух наводит поддержку, отлик от поддерживающих эту мирскую власть». Третий царь, 22 глава, 20 по 23 стих «И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе-Галаадском? И один говорил так, другой иначе. И выступил один дух, встал перед лицем Господа и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаю духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех-всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». Иеремия 5, 31 «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют припосредствии их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?» Иеремия 6, 13 «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют ложно, лживо». Иеремия 23, 11 «Ибо и пророк, и священник лицемеры, даже и в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь». Михей 3, 11 «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, между тем упираются на Господа, говоря, не среди нас, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда». Как и сегодня говорят, все епископы, патриархи, мы православные, с нами Бог, что там не постигнет беда. Сафония, пророка 3, 4 «Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскорняют в святыне, упирают в закон». Человек, который любит Библию, читает ее как Слово Божие. В этом видении патриарха ничего нового для себя не найдет, ибо Слово Божие постоянно говорит об этом. «Любите Библию, которая даст в миллионы крат больше, чем любое видение. Господь близко». Описание этого случая с патриархом, бывшего или не бывшего, дает надежду на то, что Бог сохранил неведанный нам остаток тех людей, которые не согласны с тем, что вытворяют деятели лже-православия под вывеской московской патриархии. Вот такой большой комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина с выписками из газет. Да, кто, конечно, изучает Библию, читаешь Библию и видишь, что действительно очень большое отступление и русской православной церкви, что очень далеки от Слова Божия. Ну, давай про лужи. Дальше. Матфея, 14 глава, 5-8 стих. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады, плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он, всклятывая, обещал ей дать, чего они не попросят. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. Толкование. Смотри, какое бесстыдство пляшет черь царя, и чем искуснее пляшет, тем хуже. Да, стыдно царевне делать что-либо непристойное и еще злостью, злой хитростью. Смотри также, какое безрассудство и у Ирода. Он поклялся дать плясавшей все, чего бы не попросила. Но дал ли бы ты ей безумно, если бы она попросила у тебя твоей головы? Ничего просовокупила здесь. Она опасалась, эта злая львица, чтобы Ирод, впоследствии одумавшись, не отказался дать ей голову Иоаннову. Посему торопит Ирода, говоря... Посему торопит Ирода, говоря... Дай мне здесь же, то есть теперь же, повели принести ее ко мне. То есть когда, особенно, дни рождения празднуют, вот на дни рождения Ирода, Иоанн Крестителя обезглавили. А вот еще что говорит о дни рождения в Библии. Кстати, у Олега Синяева есть ролик хороший по поводу дня рождения, что крестьяне день рождения не празднуют. Вот, сейчас, один день рождения у меня здесь есть, ссылка, выписка. Вот, Бытие 40-20. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпе и главном клибе дали среди слуг своих. То есть делают день рождения, собирают всех там у себя пир там делают, да, вот как у нас собирают, там торт, приглашают всех гостей. Мы видим фараон, то есть язычники это занимаются. А не где, чтобы какой-то пророк этим занимался, христианин, апостол, святой. Вообще нигде, а мы этого не читаем, никогда. Книга Юдив, 12-20. А Аллаферн любовался в нее и пил вина весьма много, сколько не пил никогда ни в один день рождения. Экклезиас 7-1. Доброе имя лучше дорогой масти, день смерти, дня рождения. День смерти лучше дня рождения, а у нас наоборот, день рождения лучше. Все радуются. Хотя что поздравлять человека-то, он родился, у него какая здесь заслуга. Он это не заказывал, ничего. Бога надо прославлять, это Господь дал жизнь. И маму надо благодарить, что она родила, для нее это великая радость. Вот это можно. А спразвыть день, это вообще даже немыслимо. Какое-то безумие. Подарки там, если подарки не дарили, то ничего бы и не было бы, наверное. А так бы и не относились. Повод выпить. Ну да, понятно, это повод выпить. Как хорошо вот эти, про Новый год. Считают, вот как вот, очень часто слышу. Ну а как же, надо же расслабиться. Надо же согрешить, как же, надо же погрешить. Дальше. Нет, сейчас еще не все. Второе Маковейских, стихи 6-7. С тяжким принуждением вводили их каждый месяц в день рождения царя наидельские жертвы. На праздник Диониса принуждали иудеев в плющевых венках идти в торжественном входе в честь Диониса. То есть, опять язычники день рождения и всякое нечестие, видите, принуждали иудеев. И наидельские жертвы их приглашали, их приводили. Ну что еще надо? Никаких доказательств не надо, чтобы не праздновать день рождения. Марка 6-21, ну и Матфея, мы тут читаем, что дочь Ирода прислала, угодила тоже на дне рождения. Все, день рождения. А сколько смертей до день рождения? Это Новый год вот празднует. Ужас, сколько смертей. Сколько абортов после этого делается. Это еще этот насмешечный праздник 8 марта. Это вообще насмешка над женщинами. Вот он поклялся сделать это. Поклялся, что даст. И теперь не может откляться своей отойти. Хотя должен был он эту клятву нарушить. Но он, так как он славы человеческой ищет, то есть они на нее смотрят. Вот он, он царь там. И теперь он, как он назад отступит? Перед другими-то. И в другом месте написал, опечалился он. Может дальше даже, да. Он опечалился и, но все равно сделал это. И у него что-то, хотя он был нечестивый, да, но у него в душе что-то, видимо, я не знаю, как бы представляю. Так прервалось что-то в душе. Оборвалось с этого момента до конца. Все, он в себе, если он еще, там мы читаем у других евангелистов, что он любил Иоанна и слушал, приходил, слушал его поучения, там, когда тот был в темнице. То есть он, видать, внутри себя что-то может и с хорошей знал. То теперь это все было прервано. То есть все, он понял, что уже в нем ничего хорошего и нет. Все, остается, что, жить теперь все вот с этой, в этом браке незаконном, все, наслаждаться чем у тебя, что есть. И поэтому, вот видишь, когда человек уже о Боге не помышляет, вообще живет, а вот там, может, у него же второй или третий брак счастливый, говорит, я прихожу, меня жена встречает, нам хорошо, что-то идут со своей верой-то. Это уже беспокаянно, то есть уже что-то прервалось когда-то. И смотришь, такие хорошие люди есть, прям хорошие-хорошие, добрые, а о Христе даже слышать не могут. Они когда-то уже отреклись от него, возможно, уже это прошло у них, этот момент. Вот как у Ирода, он обезглавил Ивана Крестителя, а потом все, ничего неизвестно уже, что там с ним, ничего хорошего. Так и любого человека этот момент наступает. Какой-то еще сколько-то Господь стучится, говорит, я стою, стучу, если, говорит, кто откроет мне, войду и буду вечерять с ним. Он стучит, стучит, пока человек не отвергнет его окончательно, отойди от меня, скажет, Господь, не мешай мне грешить дальше. И Господь может прерывать жизнь, а может дальше так человека и оставить. И у него как бы все хорошо, спокойно, но на лице уже какой-то отпечаток, какая-то печать вот у всех почти неверующих. Смотришь, вот мы идем по кладбищу, коммунисты там лежат, видно там, ну, по, видно по, даже крестов там нету, да, таких. И у всех на лицах такие фотографии, отпечаток какой-то от безбожия советского. Смотришь фотографии, вот это безбожия советская, я его еще не застал, я маленький был, но на людях-то оно есть все, видно, по лицам, что они говорят. Вообще Бога как будто нет, вообще ничего не сходишь, а сейчас то же самое и в миру смотришь, как там разговаривают начальства, ну, вообще обо всем, люди, ничего нету. О вере, о Христе ничего не слышно, никто не задумывается о жизни будущей, вечной. Даже в церкви приходишь и тоже все рассуждение там, а записочки подать тут, это и десятые, и уже о Христе-то нету никакого размышления. Вот брат имеет какой-то, он там в WhatsApp в группе Сретенского монастыря, там что-то предложили, что там в лавке кому-то работать. А он прислал, что в лавке не может быть лавки в церкви, это запрещено, всеми что правило, что Вселенского собора. А еще Христос выгнал торгующих, покупающих, тот у него там сразу восстали все. То есть они там просто как бы Сретенского монастыря, но как бы верующие, но на самом деле не верующие, просто мирские люди. Между собой так по-мирски поговорить, а когда дело о вере зайдет, что-то нарушение какие-то, или поговорить о вере, так им это не надо, они его сразу выгнать захотели. Ну, давай дальше. Толкование Познаем отсюда, что иногда лучше нарушить клятву, нежели ради клятвы сделать какое-либо нечестие. Тело крестителя погребено было в Севастике Сарийске, а честная его глава первоначально положена была в Эмессе. О чем возвестили Иисусу? Не о смерти Иоанновой, а о том, что Ирод его самого принимает за Иоанна. Об Иоанне же и без того давно было известно. Матфея 14, 13 И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке, пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Толкование Иисус уходит по случаю беззаконного убийства Ирода, науча и нас не ввергать себя явно в опасности. Уходит также для того, чтобы воплощение его не сочли призрачным. Ибо если бы Ирод схватил его, то попытался бы погубить его. Если бы Иисус при сей попытке погубить его исхитрил себя из среды опасности, потому что еще не настало время смерти, то сочли бы его за привидение. То есть это, к слову, когда уже пошли гонения на христиан, казнили, что только с ними не делали. Люди, все. Мы, я ребенка, должна отнести в Царствие Божие, поэтому я его прямо на казнь отнесу. То есть вот тут прямо мучает нас. То есть в лапу прямиком не даваться. Матфея 14. Ну какие крепкие христиане были. Они тогда-то, видишь, это не знали, многие уверовали, это любовь ко Христу. И они все мученики. Церковь всех их приняла как правильно, как мучеников. То есть они показали. А там им не избежать было казнь-то. Так и так. Не избежишь. А бояться нечего. Когда ты уже попадаешь в лапы, то ты уже должен смело исповедовать Христа. А это было там общий. На это вот из примера. То есть избегать, то есть просто ты еще послужить можешь. Как-то. Написано. Берегись из людей. Гонят в одном городе, бегите в другой. Многие первые христиане, видно, что они Евангелие, ну то есть научные были недавно только еще. И писания-то точно не знали. И видно, что они из любви к Христу поступали часто даже как бы безрассудно. И даже там самоубийства были. И церковь почему-то их всех тоже причисляет, что они правильно поступили. Хотя это вопреки Слову Божьему. Ну то есть, как оно реально-то, еще мы не знаем, но узнаем. Дальше. Матфея 14, 14. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Толкование. Видна вера народа, по которой он идет за Иисусом, когда он удалился. Почему награду веры получает исцеление? Знак веры и то, что люди последуют за ним бешей и без пищи. Матфея 14, глава 15-16 стихи. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали. Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал, не нужно им идти, вы дайте им есть. Толкование. Человеколюбцы ученики, посему заботясь о народе и не желают оставить его голодным. Говорит так не потому, что бы не знал, в какой скудости были апостолы. А для того, дабы, когда объявят они о своем недостатке, оказалось, что он приступает к чудотворению не по словолюбию, а по нужде. Матфея 17-19 стихи. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал им, принесите их мне сюда. И влел народу возлещен траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Толкование. Принесите мне, сказал сюда хлебы, ибо хотя поздно, но я творец времени, хотя место пустое, но я тот, кто подает пищу всякой плоти. Здесь научаемся тому, что, имея и малое, мы должны употреблять то на гостеприимство, так как и апостолы, имея малое, отдали все народу. Но как малое их Господь умножил, так умножится и твое малое. Господь велит народу возлещен траву, научая умеренности, дабы и ты покоился не на драгоценных одрах и коврах, а на чем случится. Потом взирает на небо и благословляет хлебы. Это может быть для уверения, что он не противник Богу и пришел от Отца с небес, а вместе и для наставления нас, чтобы мы, поступая к трапезе, благодарили и потом уже кушали пищу. Он говорит, что мы, говорит, искали себе там недрагоценные там, где спать там, что, где лежать, а говорит, спали, говорит, где походе. У христиан не было никогда, христиане, это значит, они отрекались от мира. Мы из-за жития святых читаем все, почитайте, первый, второй, третий век. Фатина Самарянина, там Самарянка, Фекла Первомученица, сегодня только слушал все это. Юстин Философ, они все презирали вот эту жизнь. Не как у нас там евроремонт, там надо все такое удобненькое, туалет теплый. Это как раз таки они завражду, за предательство Бога, то, что если ты там предаешься всему сладострастью, там этому, они все это презирали. Гигиены тоже, если читать, сегодня бы ты будешь, так как если, как они, Великий Пост, вообще не моешься. Они там по годами, годами не мылись бы, ладно. Христиане вообще к этому никак не относились. Презирали в этом мире все, все, что тленное, временным. Сейчас никакого понятия нет, а ты все хорошо, ты такой и будь, ходи просто в храм, исповедуйся, посвящайся, там, все, батюшка, благослови, записочки. Все, живи как обычно. Деньги все на себя тратить. Даже про десятину ничего не говоришь, что десять процентов минимум Богу ты должен отдавать. А реально ты гораздо больше. Лучше вообще все постараться, всю свою зарплату. То есть, себе только надо поесть, там, заплатить, что-то оставлять, а все остальное на божественные дела складывать. И так жить. Так ты хорошо перед Богом, чисто живешь. Благословение перед Богом. Господь потому что говорит, проклятием вы прокляты, вы, говорит, народ, обкрадывайте меня. Чем отправдываете, скажете? Он говорит, десятинами приношениями. То есть, человек, не отдающий десятину Богу, он крадет у самого Бога. Не воруй заповедь, не просто, а у Бога не воруй. И он говорит, проклятием прокляты. Два раза проклятие произносит против такого человека. И единственный раз, когда Господь говорит, испытайте меня, Он здесь говорит, принесите десятины, наполните Мои хранилища. Не открою ли я, говорит, небеса и не пролью ли благословение до избытка. Кто платит десятину, тот умеет всяческое благословение. И второе благословение, это никогда не проклинать евреев, а благословлять. Благословлящих тебя, говорит, благословлю, а проклинающих тебя проклянул. Русский народ говорит, бей жидов, спасай Россию. Лозунг, это же русских. Еще с России стало в итоге самое великое падение верующего народа. Единственное, такого в истории, наверное, действительно нету практически, чтобы царь отрекся от своего народа, от России. Отрекся он от нее. Где такое было? То есть народ настолько отошел от Бога, люди. Настолько какое предательство. До сих пор в отступлении в этом пребывает. То, что там говорят в патриархии, что там восстановление какое-то, ничего нету. Атеистический народ. В храмы ходят атеистический народ, на который ничего не нужно. Как языческое капище. Ходят просто свечи там поставить. Ничего не нужно. Те, кто говорят, что возрождается что-то, тот с людьми не общается. Просто-напросто. Не возвещает им евангельские истины. Если бы возвещал, то он бы видел, что ничего это не нужно никому. Один, может, два процента людей, ходящих в храм. Что-то в них теплится. Вот эта истинная любовь. И если мы встречаемся с ними и по Евангелию начинаем, мы сразу общий язык находим. Все. А так нету. Что-то я еще хотел сказать. Вот та, по гигиене. Сейчас болезнь. Половина всех болезней от того, что человек гигиенится много. Все время ему все с мылом. Надо шампунчики. Все это покупает. Зубы чистить постоянно. Все время руки мыть. Все время, все время. И иммунитет слабый становится. Он не встречается. Ему нужно встречаться с болезнями, с всякими бактериями, с вирусами. Он перестает встречаться меньше. И ослабевает. Это вот почему сделали эти локдауны. Именно вот с этой целью и сделаем. Иммунитет в человека падает. А потом ему он легче будет готов. Не буду говорить, что мы не удалили. Матфея, 14 глава, 20-21 стихи. И ели все и насытились. И набрали оставшиеся кусков двенадцать коробов полных. А еших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Толкование. Дает хлебы ученикам, дабы они всегда помнили о чуде и никогда не выпускали его из мыслей. И они скоро забывали. А чтобы ты не подумал, будто чудо было призрачное, хлебы умножаются. А именно двенадцать корзин оказывается остатков для того, дабы Иуда понес и не устремлялся на предательство, помышляя о чуде. Умножает и хлебы, и рыб, да покажет, что он творец земли и моря, и что все употребляемое нами в пищу от него подается и им умножается. Чудо было в пустыне, дабы кто не подумал, будто в ближнем городе купил он хлебы и разделил народу. Нет, то была пустыня. Это историческое изъяснение. В духовном смысле, разумею, следующее. После того, как Ирод, то есть плоский, грубый ум иудейский, Ирод означает плоский ум, обезглавил Иоанна, главу пророков, то есть не поверил пророчествовавшим о Христе, Иисус отходит в пустое место, к язычникам, кои пусты в отношении к Богу, и врачует недушных душою, а потом питает их. Ибо если не отпустит нам грехов и не урочует недуга в посредственном крещении, то не напитает нас прочищением, причистых тайн тела и крови своей, так как никто не крестившийся и не покаявшийся не прочищается. Жены и дети исключаются из числа. Это значит, что христианин не должен иметь ничего детского, женоподобного и немужественного. То есть и все женщины должны быть мужественные, и мужчины, сейчас этого ничего нет. Все это равноправие, муж и женой, это как все хорошо, чтобы они, главное, в них ничего не ссорились. То есть как не ссорились, то, что там жена истерить начнет, и муж так все, он все угождает подкаблучниками, и у них все хорошо. А что, если не будет подкаблучником, она просто пойдет, бросит его, ребенка отнимет и будет платить потом мужик ей. И все, а мужик подкаблучник, и все, это сегодня является нормальными отношениями, как бы, ненормальным, это зло перед Богом, естественно. Написано, учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть безболвее. Не муж, говорит, написано, создано для жены, но жена для мужа. Не муж согрешил, но жена согрешила. Первое. И она собратила Адама, и Бог Адаму вменяет. Он ему говорит, не то, что ты, за то, что ты ел. Он говорит, нет, за то, что ты послушал голоса жены и ел. Проклята земля в делах твоих. И все вот это так и осталось. Жена написана, горше смерти женщина, горше. Через женщину написано, умираем. Грев проходит через нее в семье часто. Покориться не может жена. И все. Самые даже верующие, матушки, самые непокоривые. Они не покоряются. Если бы строгий был бы мужик. Написано, чем строже обращается мужчина с женой, муж. Чем она больше к нему привязана. А тут наоборот, сейчас все привязали. Что она просто ездит на нем, как хочет. А он ему это все устраивает. Не ответственность, не мужественность, ничего нет. И это как за христианина сегодня выдается. Сегодня мужики стоят в храме. И с другой стороны бабы стоят. Ну и мужики-то все вообще мягкотелые. Как будто вообще просто на сто процентов. Бабы всем управляют. Бабы. Ну и сестры. Прошу прощения за то, что так говорю. Тут это впереди и сюда. То есть они там все знают, куда что поставить. Тут что, куда воткнуть. Там свечи, не свечи. Все. Лавка. Все руководит. Руководят женщины. Приходом руководят. Они управляют. Батюшка там, чтобы боиться с ними. Там он епитимюне ничего не наложит. Потому что они сразу жалуются архиерею. Им не нравится там. Я там то, сего там. Прелюбодеев в итоге даже причащают. И тут как говорится. Кто говорит не крестится, тот не причащается. А сегодня некрещеный народ. 90-80 процентов облитый. Это некрещеный. Это обман. Причащают всех подряд. Батюшка выходит и говорит, кто не причащался. Кто не причащался. Всех-всех. Она уже песноватая, хуже становится с каждым разом. Ее все равно все. Пихают при части мы прихаем. Как будто счет от этого будет. Написано будет. Написано. Многие больные немало умирают. Вот и умирают сейчас от этого. От недостойного причащения. И. Вот я до этого говорил про подвиженчество. Монах великий Антоний. Антоний великий. Кто вот скажет, что он не великий? Это великий. Если кто почитает то, что он пишет. Такой человек вообще написать не может. Какое-то нечто божественное. А духотворенные у него такие там поучения. Ну и вот он подумал. Он вопрос задавал. Кто, говорит, самый крупный? Я, говорит, есть кто круче меня в мире? Такой же. Более святей. Святей меня есть кто? Подвижник больше, чем я. И Бог ему ответил. Есть, говорит, иди в тот город. И ему встречается женщина. Женщина. И он ей спрашивает. Ну и вот это указывается, что эта женщина праведней. Святей его. Круче его. И он спрашивает. А ты что? Она говорит. Да ничего я не делаю. Что ты, говорит, делаешь такого? Ничего я не делаю. Вчера только, говорит, с мужем была на ложе. То есть с мужем спала. А он такой монах ничего не познал, ни женщину, ничего. И перед Богом она больше. Почему? А написано. А мы, говорит, столько прожили и ни разу не поссорились. И это больше, чем все подвиги Антония Великого. И главное, никаких выводов из-за этого нет у православных. Все это написано, но выводов никаких нет. И много где, кстати, такое написано примерно. Павел Припростый там такой тоже был. Ученик Антония Великого. Смирение у него такое было великое, что бесы его боялись. И даже Антоний Великий, кого не мог и знать, из кого беса, он к нему посылал. А он такой припростый, он хотел всегда уйти в монастырь, в монахи. В монахи уйти, не в монастырь. И пришел, а там у него жену застал с этим, с любовником. А у него там сколько-то детей много. И он вместо него подбегает, говорит, тебе нравится? Да. Ну, оставляй, возьми с детьми, все, вы так и все хорошо. Оставайтесь так, и я пойду в монастырь. И ушел просто. И благословляю, говорит, вас. Я не помню там, что сказано. Ну, и он припростый, такой, настолько простой, что бесноватого. Антоний Великий послал к нему. И они пришли и говорят, ну, нам сказали, что ты можешь помочь. А он говорит, нет, я не мог. Ну, это, говорит, Антоний сказал. Ах, Антоний сказал. Тогда да, говорит, могу. И встал, говорит, на камень. А ну, говорит, выходи. На горящий камень там, по-моему. Ну, и бес вышел. А ну, выходи. Вышел бес, в общем, из нее. Я не помню, из кого уж там. Ну, вот такое. Вот что значит, смирение. Ну, все, наверное. Там или комментарии есть? Нет, нет. Вот же. Нет, это не. Посмотрю выше. Дальше Матфея, 14, 22. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде вон в другую сторону, пока он отпустит народ. Толкование. Отпущение народа означает, что Господь не хотел сопровождения, дабы не показаться чистолюбивым. Ну, ладно. Все, буду закончить. Помолимся. Помолимся. Достойно есть якова истину, Блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без истления Бога, Словородшую, Сущую Богородицу Терриничае. Слава тебе, Боже мой, слава тебе.